итак идем далее нам для работы потребуется один замечательный модуль называется zent developer tools перейдем на нашу страничку давайте его поищем zent developer tools и так вот он его официальная страничка на github и точно так же нам требуется узнать какая последняя версия переходим в релизис последняя версия 0 0 до 0 2 zip мы не будем скачивать нам нужна была только версия и мы скачаем его также с помощью композера открываем настройки нашего композера в здесь ставим запятуем и сейчас мы скачаем добавив вот такую вот строку что именно добавлять если предположим макета модули устанавливаем это можно узнать из главной страницы обычно вот здесь вот внизу они пишут но здесь смотрите они предлагают нам качать dev master это то есть последнюю последнюю с последними изменениями но для того чтобы соблюсти идентичность версии мы будем качать так как нам требуется то есть последнюю версию итак мы добавили его сюда указали то что нам нужна версия 0 0 0 2 обратите внимание что здесь конце запятую ставить не надо как печки так как это у нас формат джейсон если мы поставим здесь запятую у нас будет ошибка и так сохранили композер переходим нашу командную строку и вновь делаем печки композер фар апдейт вот он нашел у нас версию 0 0 2 и скачал ее давайте посмотрим переходим папку вендор зен фреймворк и вот зен девелопер тут отлично если же мы перейдем сюда обновим страничку то соответственно мы ее и не увидим так как мы не указали в конфиге то что мы сейчас собираемся ее подключать данный дан данный модуль так сказать давайте перейдем к следующему шагу это создадим новый проект над бинсе также качаем последнюю версию на бинса создаем новый проект указываем то что у нас проект уже с существующими печки кодами нажимаем далее выбираем папку вот она z-blog точка local окей версия печки вот здесь вот то не обязательно указ у нас версия 55 давайте ее укажем но если не укажете здесь ничего страшного не будет к кодирова кодирование по умолчанию тф-8 и всячески файлы нет бинс ставим галочку пусть он хранит где-нибудь их у себя они в нашей папке они нам там не нужны и так нажимаем далее здесь мы укажем каким образом у нас запускается проект он вот таким вот образом у нас браузер запускается и файл индекса тоже мы укажем это папка паблик индекс печки выбора файла для чего это нужно это нужно для того чтобы если какие-то процессы мы хотим оптимизировать с помощью над бинса над бинс у нас предлагает разного рода интеграции то соответственно он должен знать где искать соответствующие файлы да вот поэтому он нас их и спросил окей нажимаем готово вот наш проект создался и по умолчанию у нас открылся файл индекс печки все хорошо и так у нас сейчас задача подключить к нашему модулю то есть подключить нашему проекту новый модуль который мы точно только что скачали the developer tools так сканирование еще идет тут поэтому он исходники не показывает но пусть просканирует для начала давайте посмотрим какие у меня есть настройки над бинс и желательно тоже чтобы они у вас были идентичны это вам поможет смотрите у меня вот здесь вот установлен плагин который показывает где находится в каком файле мы сейчас находимся и где его путь соответственно плюсы над бинса есть поддержка zent framework 2 это же у вас должно быть это активировано итак приходим сервис подключаемые модули здесь у нас есть доступные модули и установлены и что у нас должно быть подключено и так мы будем пользоваться доктриной доктрину у нас должна быть подключена первый zent нам не нужен его нужно отключить и второй zent нам нужно это тоже должно быть включено также вот шоу пас in title bar по умолчанию отключен вы его можете включить вот здесь тоже полезная штука и так zent developer tools нам нужно его подключить для этого мы переходим в папку конфиг главная папка где у нас находится главная конфигия нашего проекта и открываем application конфиг печки данный файл application конфиг печки это главный файл настроек нашего проекта вообще у нас файлы настроек они будут в разных папках лежать и модуля свои настройки у подключаемых модулей свои настройки мы сейчас тоже рассмотрим где они лежат и как их как и там располагать здесь в этой части настроек мы говорим приложению какие модули подключить должны подключаться первый главный модуль который у нас будет всегда работать это модуль application это главный модуль skeleton application благодаря которому происходит начальные загрузки обработки ошибок и прочее то есть те моменты которые в которые сейчас нам лучше не лезть не тот еще уровень и так он должен на загружаться первым и после него мы сразу говорим зенду то что хотим чтобы у нас загрузился zent developer tools но это еще не все так как у zent developer tools есть еще и свои настройки давайте перейдем на его страничку здесь они должны быть указаны да вот видите он говорит что в папке zent developer tools а у нас есть вот такой вот файл это пример файл настроек по умолчанию zent developer tools а и в конце у него указана . dist и его нужно перебросить конфиг auto lot zent developer tools . local . php то есть вот наша папка где установился zent developer tools мы заходим нее так где он еще рассказал zent developer tools конфиг и далее в конфиг вот данный файл мы его копируем переходим корень нашего сайта в папку конфиг вот application конфиг который мы вот здесь вот рассматриваем да вот он и есть папка auto lot вот это вот папка auto lot куда мы его и поместим поместили и соответственно чтобы он начал работать мы выбираем последнее расширение и оставляем расширение печки принципе здесь нам ничего в нем рассматривать не нужно все оставляем по умолчанию если вдруг какие-то тонкие настройки потребуются то знайте что они будут правиться здесь но мы этого касаться не будем окей все настройки мы сделали мы сообщили приложению что после модуля application нам нужно грузить модуль developer tools модуль application мы можем найти в папке модуль и здесь мы будем располагать все наши модули zent developer tools это тоже модуль но он относится к фреймворку его изменять не нужно ни в коем случае и поэтому он располагается папки вендор но тем не менее это тоже модуль здесь ниже мы настройках можем видеть что мы говорим нашему приложению skeleton application что модули у нас могут находиться в двух папках первая папка это папка модуль который мы будем создавать свои собственные модули и вторая папка это вендор то есть это модули сторонних разработчиков сам фреймворк это набор готовых модулей написанных определенными людьми и распространяемых под марка zent framework и их менять мы не можем их нельзя менять потому что если вдруг предположим какой-то функционал вам не нравится вы залезете в модуль zent что-то там поменяете потом обновитесь до следующей версии все ваши изменения затрутся вот то есть мы подключаем точно такой же модуль как и application у него есть свои настройки которые вот мы видим помещаем их сюда принципе все модули которые имеют какие-то свои настройки у них в описании можно по в описании по установке можно найти их какие-то конфигурации которые нужно будет помещать вот сюда в папку автолот и они автоматически будут подгружаться что собственно у нас и произошло и так сохраняемся и по идее у нас сейчас все должно заработать